Открывая заседание, глава Альметьевского муниципального района Матит Салихов подробно рассказал о взаимодействии муниципалитета и религиозных организаций. Не секрет, и другие города приезжали, изучали наш опыт. На самом деле, это благодаря слаженной работе муниципалитета, наших нефтяников, других учреждений, организаций, предприятий. Главный советник отдела государственно-конфессиональных отношений Управления по взаимодействию с религиозными объединениями Департамента Президента Республики по вопросам внутренней политики Ленар Салахов в своем выступлении отметил, что в нашей республике на сегодняшний день действует около полутора тысяч мечетей. Конечно же, вокруг вот этих культовых объектов складывается свой круг посетителей, свой приход, свой круг верующих. И во всех этих культовых объектах, во всех этих храмах проводятся проповеди, лекции, читаются багазы, агитации, призывы различных, тому подобные мероприятия. И таким образом все они потенциально могут быть источником распространения в обществе любых идей, как позитивных, как и негативных, что надо учесть, конечно. Поэтому нельзя забывать, что одновременно с ростом интереса общества к религии в страну стали проникать чуждые идеологические направления, часто имеющие разрушительный и деструктивный характер. Именно потому, по словам главного советника, перед обществом стоит задача сообща противостоять деструктивным течениям и пропаганде традиционного ислама. Начальник отдела догвата Духовного управления мусульман республики Нияс Хазарат Сабиров ознакомил присутствующих с проводимой работой, которая ведется в трех направлениях – наука и образование, социальное служение и просветительская деятельность. Также он отметил, что руководством управления уделяется большое внимание возрождению татарского богословного наследия. Завершая круглый стол, глава города и района Мазиц Алихов отметил, что следующее заседание круглого стола состоится с православным духовенством.